Ну что ж, добрый вечер. Начальник транспортного цеха тут. Напишите, смотрели ли вы фильм «Авиатор» Мартина Скорцеза 2004 года и о чем он, собственно говоря. Люди, спасибо вам за поздравление с днем рождения СН. Оно было, он день рождения был 11 числа, день смерти в августе. Не знаю даже о чем говорить. О реальной биографии Говарда Хьюза, миллиардера американского, мы их не любим. И, в общем, даже странно, но почему-то этот фильм снискал очень большую популярность в нашей стране. Очень высокий рейтинг, очень хорошие продажи в первый уикенд. Я бы сказал, всем бы, дай бог, отчасти, по крайней мере, такую неуравновешенность. И о сути этой самой неуравновешенности мы, наверное, и поговорим. И самое главное, попробуем поговорить о том, может быть, что же такое психическая неуравновешенность, и почему она проявляется так, как проявилась она у Говарда Хьюза. Хотя разговор этот очень непростой. Естественно, я не собираюсь ставить диагнозов ни герою фильма, ни тем более самому Говарду Хьюзу, он ко мне не обращался. Но диагноз поставлен, поставлен диагноз был, тогда он назывался навязчивое состояние, а сейчас звучит как обсессивно-компульсивное расстройство. Надо сказать, что это не самый страшный диагноз на свете, зато один из самых загадочных. Потому что, на самом деле, Фрейд, вообще говоря, всю жизнь, все его книги написаны о неврозе навязчивых состояний. Мне кажется, что Мартин Скорцезе в своем замечательном фильме, не знаю, осознанно или нет, но, тем не менее, четко называет, показывает причины этой самой извечной проблемы, которая на самом деле звучит так. Что же с нами, со всеми происходит и за последнее столетие, и сейчас? Поскольку, да, Хьюз был своеобразным олигархом, пишет Крыгал, что он не любил, тоже, как и мы, американских олигархов. Ну да, воевал он много. И, как бы, наверное, сказал Морена, он был человеком абсолютно спонтанным. Между прочим, у фильма есть слоган, он звучит так. Представьте себе жизнь без пределов. И, возможно, это самое важное, что есть в фильме. Потому что, как мне думается, это фильм о том, что жизнь без пределов представить себе нельзя. Поскольку именно жизнь без пределов в некотором смысле и порождает тот самый предел в виде обсессивно-компульсивного расстройства. В виде страхов, навязчивых мыслей или навязчивых действий. Иррациональность которых, так как это, в общем, невроз, иррациональность которых понимает, собственно говоря, и сам герой. В данном случае это Говард Хьюз. И, вне всякого сомнения, потому что в пространстве фильма мы всякий раз сталкиваемся с тем, что со своими расстройствами он справлялся. Нет, Ириния. Возможно, вы считаете, что да, Виктор пишет, он асимметричен. Наверное, да. Как всякий человек. Вот посмотришь на моё лицо нежное на экране, оно асимметрично. Вообще асимметричных людей не бывает. Я думаю, что асимметричные люди – это самое страшное психическое заболевание. В действительности перфекционистом он тоже не был. Потому что, ну, как бы, огромное большинство его моделей самолётов, точнее, моделей самолётов его фирмы, так и остались недостроенными. В серию не вышли, зато они воплощали в себе идеи, которые потом использовали самые разные авиационные компании и фирмы. Вообще, в некотором прорыве в будущее авиатехники не может быть перфекционизма. Потому что до некоторого идеала компания Хьюза своей модели так и не доводила. И это, в общем-то, известно. Перфекционистом Ирине не может быть человек, который чуть ли не в одном из первых фрагментов фильма. Фильм огромный, он идёт 2 часа 50 минут. Смотрится очень легко. Никаких запредельных ситуаций в нём нет. И пересказывать 2 часа 50 минут я, конечно, не смогу. И, в частности, я не смогу. Александр Геннадьевич спрашивает меня, Натура Санат. Очень бы хотелось узнать ваше мнение о том, связана ли личность Хьюза с феноменом детского всемогущества Шандера Ференса, о котором вы рассказывали. Связана, конечно. Поскольку Хьюз всю жизнь играл. Играл в некоторую детскую игру, которую мы называем романтикой. И большинство вещей у него получались. Но, правда, вот, что-то не получилось в жизни категорически. Например, у него так и не получилось никогда выполнить свою мечту о женской любви. И, ну вот, Скорцезе, видимо, считает, что всё-таки главной женщиной для него в жизни была Кэтрин Хепберн. Её в исполнении Кейт Бланшетт вы видите сейчас на фотографии. Некоторые биографы считают, что такой женщиной была Ава Гарднер. И это на то время были, несомненно, две самые красивые актрисы Голливуда. По общему мнению, по крайней мере. Как бы они от него всегда уходили. Наверное, они уходили потому, что в любом случае вот эта самая техника, вот самолёты и самолётостроение были важнее и их, и кино. Некий технический предел и последствия перехода этого предела, собственно говоря, не понимаем. Мы не понимаем последствий атомных взрывов. Ну, кроме того, что как бы они могут погубить наши собственные в жизни. Но что они значат во вселенском масштабе, понять очень трудно. Мы не понимаем пока пределов того, что даёт виртуальная реальность, интернет, максимальное ускорение связи, которое уже сейчас, да, даже не знаю, может ли эта самая связь стать ещё более быстрой. Мы не понимаем последствий того, к чему мы приходим. Но в результате можно понять, какие это только отдельные части. И эти части, по-моему, звучат из уст Говарда Хьюза в исполнении Леонарда Ди Каприо. В частности, если вы вспомните, самая первая навязчивая мысль, которая у него возникает, это он ходит по комнате и повторяет «Схема, схема, схема». «Уберите схему, уберите схему, уберите схему». Это как-то очень остро и болезненно чувствуется, вот этот предел, который возникает из-за того, что цивилизация становится технической. Она хочет быстрее, 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 быстрее вперёд. А чего из этого выходит, непонятно. Вот я попробую, я не знаю, мы не знаем, как Ютуб отреагирует на фрагменты, поэтому фрагментов сегодня мало. Но вот, например, нет, это не тот. Вот, например, фрагментик. Может, вы помните. Здесь идёт кастинг, выбирают актрису. И сначала на фотографии, на фотографии всё той же самой Ави Гарнер, он рисует модель самолёта, сейчас покажут сначала. А потом точно такая же модель, вот видите, это сначала. Там с другой стороны, да, самолёт. А потом он начинает, он, кстати говоря, таким образом создал современные лифчики. Хотя сама Ава Гарнер считала, что это абсолютно бессмысленное открытие. Но он, видите, начинает поднимать женскую грудь. Там дальше следует заседание цензурного комитета. Помните этот момент. Но, да, вот это самолёт и поднимающаяся грудь. Вот эта незаметная технизация живого, которая для него становится абсолютно естественной. Она первична. Он это так чувствует. И от этого некуда совершенно деваться. Ну да, мультик. По сути, его модели на авиацию никак не повлияли. Неправда. Ещё как повлияли. Но я хочу сказать про другое. Я хочу сказать, что пусть у него были фантастические мечты. Но вот это направление мечтаний, оно всё время упирается в технологию. Да? Как бы в то самое разъятие живого или отсутствие реакции на него. Видите? Он моделирует лифчик, как самолёт. И современные дамы, это та же, то есть это реальная Ава Гарнер на экране, не актриса. На чёрно-белом экране у них в зрительном зале. И я абсолютно согласен с тем, что без Говардов мир приснятина, между прочим. И это всё тот же самый вопрос вечный, он вечный, про грани гениальности и патологии. Про грани того, что с нами происходит. Ну вот, понимаете, какая штука? Видите? Фрагмент идёт по кругу. Саша поставил его повторяющимся. И он, сам фрагмент, идёт как некое навязчивое состояние. Я хочу сказать, что те самые навязчивые мысли, навязчивые страхи, точнее, не сказать, а предположить, что они появляются как предел вот этого самого беспределья. В России это слово просто имеет какой-то свой определённый оттенок. Нервная система самого человека вдруг ставит предел его беспредельному вызову и природе, и обществу. Как бы не может быть человеком, который ничего не боится, который всему бросает вызов, и который по сути своей отрицает любые пределы, даже предел количества керосина в баке, как очень точно заметил Александр. Тогда вдруг образуется внутренний предел. И этот внутренний предел, в том числе реакция на собственную рационализацию, или, если хотите, технологизацию мира. Вот, а чего мы сегодня хотим от, не знаю, врачей? Мы хотим, в частности, от врачей моей специальности, или психологов, или психоаналитиков. Мы хотим методик, техник, однозначной последовательности, подхода. Мы не хотим соучаствовать в неком искусстве, скажем, в искусстве диалога. Мы хотим соучаствовать в технике. И если в области чувств его расчёты ошибаются, то это становится трагедией, обостряющей психическое состояние. Как бы, это мир, построенный на расчётах. Эти расчёты должны полагать пределы. А если человек считает, что эти расчёты пределов не полагают, как бы, вот, техника может всё, или искусство кино хочет всё. Дело не в том... Понятно, что техника не создаётся без диалога. Понятно, что техника не создаётся... Мультик пишет, что техника не создаётся без диалога. Понятно, что техника не создаётся без диалога. Без диалога с прошлым, без диалога с будущим. Но есть люди, они уникальны, и их в нашей культуре очень много, в культуре 20 века. Потому что, да, те же физики-ядерщики бросали вызов основам мироздания с помощью техники. И как бы глобально очень многим из них диалог вести, в общем, было не с кем. В силу секретности мероприятия. Я хочу сказать, что дело не в этом. Дело в том, что эта технологизация, стандартизация, превращение искусства в дизайн самолета. Вот когда Саша вспоминал, звонивший, в наушниках-то сижу, о том, что, как он гладит самолет и просит, чтобы убрали все скрепы, модное слово, все клепки сделали его идеально гладким, то это, конечно, абсолютно сексуальный жест, подчеркнутый Скорцезе, когда он гладит самолет. Если он гладит самолет, техническое орудие, которое должно вывести человека куда-то за пределы, на свободу, свой собственный мир, где он может доказать, что он может справиться с любыми пределами, то тогда эти чувства становятся невозможными, например, по отношению к женщине. Это просто потрясшая меня сцена, где он сжигает, уходит после ухода достаточно внезапного для него. Кэтрин всегда преодолевал пределы. И вот когда он их преодолеть не смог, он жгет все свои вещи. Всю свою одежду в костре во дворе остается голым и просит, звонит своему. Это реальный эпизод из жизни Голларда Хьюза. И звонит своему главному менеджеру и помощнику, ною. Он звонит ему и просит купить хоть какую-нибудь одежду. Потому что вся одежда для него напоминает ему ушедший Кейт. И смотрите, здесь, там тоже нельзя брать больших фрагментов, но там тоже его начинают отливать навязчивости, навязчивые мысли. И смотрите, они возникают как плата за то, что он пытался тоже преодолеть этот предел. Вот она любит Трейси, но я смогу это преодолеть. И она будет любить меня сильнее, чем его. И когда это не получается, возникает навязчивость. Всякий раз, когда... Об этом, собственно, фильм, на мой взгляд, Скорцезе. О том, что всякий раз, когда человек надеется на преодоление каких-то пределов, которые непреодолимы, и строит какие-то схемы для того, чтобы эти пределы преодолеть, у него возникают навязчивости. Вот мне кажется, что вообще навязчивости, то, что сегодня называют обсессивно-компульсивными расстройствами, навязчивые мысли, страхи, навязчивые действия. Собственно, Фрейд писал о них так много потому, что они стали проблемой некоторой исключительно в конце XIX века. Век, когда всё это и появилось. Когда и появились подходы к жизни не как к искусству, а как к некой технике, как к некой технической последовательности действий. И навязчивость в общем превращает человека в машину. Особенно в машину не электронную, конечно, а механическую. В машину в том смысле, в котором ей является самолёт, или в том смысле, в котором ей является автомобиль. Автомобиль ведь тоже, да, он же престижный товар, именно потому, что он инструмент освобождения. Он может перенести хозяина в какой-то другой мир. Нельзя представить себе работу механизма, механического приспособления без навязчивого повторения одного и того же. Как бы, смотрите, вот эти самые навязчивости и страхи, и повторные мысли, они изначально возникают у Говарда Хьюза как механизм успокоения. Вот он в стрессе, то, что вы видите, и он успокаивается этими самыми навязчивыми действиями и навязчивыми мыслями, которые мы видели раньше. Они потом, уже в старости, становятся для него проблемой, потому что, видимо, они начали потихонечку превращаться в бред. В бред преследования. Потому что в 70-х уже годах, когда он был владельцем половины Лас-Вегаса, он стал скрываться по отелям, ушёл из последней жены, и она не могла его найти. В общем-то, как бы самонадеянность за попытку двигаться впереди всех, вдруг оказывается вот это самое навязчивое состояние. За, для меня, можно тысячами разных причин объяснить и объясняют это. Ну, вот за эти рывки в области схем, в области создания искусственного мира, ведь кино и самолёты – это некий абсолютно искусственный мир, которого ещё за несколько десятилетий до Хьюза просто-напросто не существовало. Это мир искусственных грёз, это мир совершенных машин. Это скачок вперёд или в чём-то откат назад, не знаю. Это оценка, и каждый может судить это по-своему. Я же не из тех, кто предлагает раскрутить цивилизацию обратно, Хьюза отменить и не вспоминать. Не страх Ириния. В основе его открытий лежит преодоление страха. И это нам знакомо лучше, чем в любой другой культуре, как мне кажется. Потому что мы вообще что-то делаем, поступаем, пишем, говорим, всегда через какой-то внутренний страх, всегда через некоторый запрет на самостоятельность. Вот Хьюзу всё детство это самостоятельно запрещали и пугали. А дальше, для того, чтобы ощутить собственное всемогущество, ему пришлось рывками выбираться за эти пределы. Но для меня вот что важно. Чем больше в цивилизации чего-то искусственного, тем больше в ней навязчивых состояний. Чем больше мы, мы, как культура, как мы все, пытаемся двигаться дальше и дальше через ограничения, но при этом не через внутренние духовные ограничения, а через ограничения законов природы, тем больше страхов, навязчивостей и внезапного компульсивного поведения мы получаем. Вот ведь закономерность, которую я вижу, или предполагаю. Я хочу сказать не о страхе, который двигал, а о том, что страх – это такая штука, которую приходится преодолевать. А вот для того, чтобы успокаиваться, человек возвращается обратно к страху. Вы вот на этот парадокс обратите внимание. Человек хочет быть всемогущим и двигается через этот страх, создавая некоторую искусственную модель достижения. Потом разбивает силоп, ну, хотя бы отчасти. Хьюз, так буквально, в фильме можно насмотреться на это сколько угодно, и отшатывается обратно в страх или в навязчивость. Там болтается в этой навязчивости какое-то время. Это внутренняя техника, такая внутренняя схема, как ни поразительно дает ему возможность успокоиться. И он снова бросается создавать какую-то искусственную схему. Вы понедельник. Мы начинаем... Возможно, мы продолжим разговор о страхе, навязчивостях, поскольку мы начнем обсуждать смысл жизни. А это понятие, как мне кажется, ровно то понятие и есть, которое позволяет страх преодолевать. И мы начинаем с 21 ноября. Очный тренинг, коротенький, всего пять занятий, которые называются «Ключи к смыслу жизни». Если кто-то из наших слушателей и зрителей захочет записаться, то это можно сделать по телефону 8-985-123-01-86. Ну вот и все. Спасибо. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok